Шумбрат весеней Михаил Иванович, здравствуйте! Большое спасибо, что вы посетили нашу студию. Я надеюсь, у нас завяжется интересный разговор. И первый вопрос. Скажите, как так вышло, что вы стали первым председателем Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии? Шумбрат, добрый день! Не сразу был я избран председателем Ульяновской областной мордовской автономии. Наверное, надо сказать о предыстории. Потому что началось мордовское движение наше общественное 10 лет раньше, 1991 году. Тогда активисты мордовской национальности, заместителем председателя губернатора Павлов Александра Федоровича и председателем общественного движения всех народностей Егором Вячеславом Николаевичем выехали в Александровку, Новомолклинского района. С какой целью? С целью создания общественной организации мордовского народа. До этой поры никаких движений практически не было. И вот в Александровке собрались представители мордовской национальности из всех районов области, где проживают мордва. С Николаевского, Павловского, Кузоватовского, Вишкаемского, Чердоклинского района, Новомолклинского района, Меликесского района. И представители мордовского народа изъявили желание создать общественную организацию. И тогда на этом собрании, на этом сходе был создан общественная организация мордовского народа. Председателем был избран Василий Иванович Ледяйкин. А заместителем была избрана Евдокия Дмитриевна, заведующая 17-й специализированной библиотеки Курносова. И актив, в составе актива я тоже был избран. Вот, ну вот с 91-го года, практически до 96-го года, вот больших движений не было. В 96-м году в библиотеке имени Аксакова, детско-юношеской библиотеки, снова собрались представители, активисты мордовского народа, ну в основном с города Ульяновска. Тогда он представляли выставки, выставки национальных блюд мордовских, вот, и костюм. Единственный мордовский костюм был, значит, представлен Виктором Петровичем Сафроновым из вышек. Он, да, заведующий библиотекой, заслуженный работник культуры. Вот, он представлял мордовский костюм, именно настоящий, не стилизованный. Вот, с той поры началось, как-то начали как-то обращать внимание на, значит, возрождение языка, культуры, обычаев, традиций мордовского народа. И инициатором всех этих дел была Курносова Евдокия Дмитриевна, заведующая специализированной библиотеки номер 17. В библиотеке начали проводить различные мероприятия, где рассказывали, показывали, вот, обряды и историю мордовского народа. Вот, ну, об истории мордовского народа, вот, в частности, Ульяновской области, рассказывал Василий Иванович Ледяйкин. Вот, и в то время я работал на Ленина 60, директором областного центра социальной помощи семье и детям. И там, на базе, значит, этого центра мы тоже проводили мероприятия с приглашением людей мордовской национальности. С нового города, вот, именно приезжали с номерами художества, модельники. И такая встреча в 98-м году была организована в Михайлов день, как вот помнится. Вот, вот, в этот Михайлов день демонстрировали мордовские, значит, национальные костюмы. Вот, Максимова Лидия Александровна, это, она работала психотерапевтом в областном центре семьи. И она, родители ее мордва, и она представляла вот кофту, которую ей подарила бабушка еще. Вот, и потом в 17-й библиотеке стали собираться почаще. Вот, и были инициаторами, методист центра возрождения национальной культуры Будылева Светлана Петровна. Очень активной была Козина Светлана Ивановна, Кудакаев Михаил Иванович. И вот активисты, вот, собирали в 17-й библиотеке для того, чтобы, ну, разговаривать на том, чтобы, что необходимо сделать. Для того, чтобы, для того, чтобы именно создать областную мордовскую национально-культурную автономию. Вот это предыстория, вот, создание нашей автономии. Как же вас избрали? А избрали в 1999 году, вот, 20 февраля, вот, состоялась первая учредительная конференция по созданию областной мордовской национально-культурной автономии. Ну, это состоялось. А до этого нужно было, чтобы были учредители. А учредителей практически как таковых не было. Вот, одна общественная организация, значит, РАУ, но в основном она функционировала в городе Ульяновске. И вторую нужно было общественную организацию. И такая организация была организована, создана, вернее, в Николаевском районе. Вот, общественная организация, вот, общественная организация, вот, где председателем, и был избран Яшкин Григорий Сергеевич. И вот так как имели уже две общественные организации, и вот с предложением по созданию мы пришли в областную администрацию к Чуваковой Галине Михайловне, вот, Будылева, Козина, Кудакаев, я, Ледяйкин Василий Иванович, и Чугуряев Михаил Тимофеевич. Вот с этим предложением по созданию областной мордовской национальной культурной автономии. Галина Михайловна очень долго говорит, я ждала вас, потому что татарская автономия и чувашская автономия уже функционировали, а у нас не было. И мы, когда пришли к ней, она вот нас поняла и решила помочь нам в организации этой учредительной конференции. Вот, потому что здесь много проблем сразу встало, вот, во-первых, нужно было учредителей, вот, второе, нужно было устав разработать, третье, значит, подготовительная работа по разработке резолюции этой учредительной конференции, вот, кто чего-то должен был сделать. Вот, перед нами поставлена была задача, вот, такая, что нужно вот эти моменты отработать, сделать, и потом уже организовать учредительную конференцию нашего народа. С чего вы начали свою работу, Николай Иванович, расскажи. Ну, вот, председателем, вот, я избран 20 февраля 99-го года, вот, а планировался, не я председателем, планировался генерал-майор Чугуряев Михаил Тимофеевич. Но судьба распорядилась иначе. Но судьба распорядилась так, что Михаил Тимофеевич срочно уехал в санаторий, и, а уже конференцию нужно было проводить, и вот на самой конференции представители мордовского народа избрали меня председателем. С чего я начал работать? Практически, вот, с нуля. С нуля, потому что и не зная суть работы автономии. Нужно было начинать с чего? Ну, во-первых, где размещается. То есть офис нужно было. Вот, проблема, где разместить татарская и чувашская автономии, размещались на Ленина 95, вот, в здании, вот. А для мордовской автономии там места не было. Софья Алексеевна покойная, вот, она говорила, что нет места. Но потом начальник управления культуры, вот, действительно, он прямо поставил задачу перед Софьей Алексеевной найти место для размещения офиса для областной мордовской национально-культурной автономии. И этот вопрос был решен практически через полгода. Нашли место, вот, и до сих пор мы располагаемся на Ленина 95. Это первый. Второй момент. Нужно было решить, нужно было связь иметь с районами. То есть, нужна телефонизация. Одним словом, нужно было решать организационные вопросы. Не вопросы, а, значит, те, которые нужно было конкретно решать, автономия, а организационные вопросы. И вместе с этим, значит, для того, чтобы, значит, вести работу по возрождению языка, культуры, обрядов мордовского народа, надо было людей, те, которые бы организовывали и делали эту работу. Поэтому, вот, первое, что пришлось, вот, прямо конкретно решать, это установить рабочие связи с управлением, вот, тогда не министерство образования было, а с главным управлением образования, чтобы решать вопросы по возрождению языка, с управлением культуры, для того, чтобы решать вопросы, значит, возрождение культуры, обрядов, традиций, вот, и средств массовой информации. То есть, установить нужно было связь с начальником управления культуры, вот, для того, чтобы решать задачи. И встал вопрос о средствах массовой информации, а именно то, чтобы иметь свою национальную мордовскую газету и передачи телерадиовещания. Вот, нужно было эти вопросы решать, и это, это сложные вопросы, трудные вопросы были, ну, впоследствии эти задачи решены, практически. Вот, и следующий момент, это надо было как-то поднять работу с населением, вот, мордовского народа в районах области, вот. Вот, вот, тогда пришло, вот, мнение, когда согласовали с членами исполкома, с членами президиума, о том, чтобы в районах области создать районные отделения, которые бы вели работу по возрождению языка, культуры, обычаев и традиций мордовского народа. Вот, это вот самые неотложные работы было сделать. И по этому пути мы начали проводить работу. Михаил Иванович, Вы уже упомянули, что на тот момент уже действовали другие, а национальные автономии работали. Вы брали как-то с них пример? Они Вам помогали в Вашей работе, подсказывали? – Действительно. Тогда уже функционировал, функционировал татарская национально-культурная автономия, чувашская национально-культурная автономия, татарская автономия, вот, глядал Курчаков Азад Гайнулович, чувашскую Петр Яковлевич Уфимкин, еврейская национально-культурная автономия тоже была. И вот в основном, вот, рядом и близко располагались татарская и чувашская. Вот, все, вот, ряд вопросов с них, с ними согласовывалось, и в качестве примера и образца именно были вот эти автономии. – А какие трудности Вы испытывали во время работы, и вот были ли рядом с Вами люди, которые помогали их разрешать на тот момент? – Какие трудности? Ну, практически, когда начинается любое дело, вот, когда дом начинают строить, создавать семью с нуля, вот, трудностей масса возникает. – Кто Вам помогал разрешать трудности? – А самое главное, вот, в разрешении вот этих трудностей и проблем были наши помощники. Ну, вот, для того, чтобы устав разработать и напечатать устав, нужен был человек. – И откликнулась на эту просьбу Наталья Геннадьевна Миганова. Она тогда еще не работала, и вот по просьбе вот к Антонине Петровне, как Мигановой, вот, чтобы Наташу вот уговорить, чтобы она могла, а она могла как раз печатать. И мы, значит, разрабатывая устав с ней, вот, в областной администрации делали, я сам работал в здании областной администрации, в комитете по вопросам семьи, женщин и детей. И Галина Михайловна Чулакова нам там выделяла, значит, в порядке оказания помощи кабинет, где можно было работать, написать, вот, разрабатывать устав нашей автономии. И на первых порах очень, значит, много помогали. Это Курносова Евдокия Дмитриевна, Чугуряев Михаил Тимофеевич, вот он был избран нам заместителем. Мы избрали исполком на учредительной конференции из 42 человек и президиум из 23 человек. И вот первые помощники были, это вот как раз Михаил Тимофеевич Чугуряев, это Аблясова Татьяна Петровна, это Будылева Светлана Петровна, это с районов, с Павловского района, Бурлаков, он как раз на учредительной конференции выступал. Это Горячева Наталья Сергеевна, Горячева Раиса Андреевна, вот, художник был, знаменитый наш помощник, Басалай Виктор Иванович, вот, первое время помогали. Ярлыгина Надежда Павловна, очень серьезный, вот, человек, который интересный был, вот, теперь Ермаков. Ермаков Анатолий Александрович, художник, который делился и рассказывал о своем творчестве, вот, я уже говорил о Евдокии Дмитриевне, вот, большую помощь. Меганова Антонина Петровна, это Ледяйкины супруги Василий Иванович и Валентина Алексеевна, он не, вот, директор 81-й школы тогда работала, наместникова Людмила Николаевна, вот, немцев Николая Сергеевича непокойно, он, как, оказывал помощь в выделении транспорта и проведении мероприятий, вот. Вот, это Овчинников Виктор Филиппович, это Орло Софья Алексеевна, директор Центра Мордовской культуры, это Осипова Надежда Евгения Николаевского района, она работала заместителем заведующего району, это Иван Васильевич Смолкин, вот, Сударева Антонина Федоровна, Новая Малыкла, Старобестовская школа, очень неоценимую помощь оказывала тогда Улиндеева Феодосия Тимофеевна, она, вот, вопросы возрождения и развития родного языка, вот, практически она вела эту работу, вот. Это Чулакова Галина Михайловна, она как раз первый раз нас встретила, и делом она помогала. Это Яшкин Григорий Сергеевич, можно этот перечень перечислить, но, вот, первые помощники были именно они. Михаил Иванович, а какие цели Вы ставили изначально, и в итоге Вы их достигли? Цели именно возродить наш родной язык, возрождение языка, возрождение культуры и средств массовой информации. Возрождение традиций, обычаи нашего народа, вот, эти самые главные цели были. Достигли ли, ну, в этом деле, вот, положено начало, начало всей работы, Но уже вопросы возрождения сейчас не ставятся. Сейчас ставится развитие, развитие вопросов по родному языку, культуры, традиций, обычаев, обрядов. Это вот сейчас уже продолжается. Я сейчас, вот, прям удовлетворение испытываю, когда стали проводить массово во всех районах области, как раз там, где проживает Мордва, вот, различного рода мероприятия. Это и уроки проводят, это и праздники проводят, это и обряды проводят. В целом, вот, сейчас практически мордовский народ, не только, вот, он проснулся, а сейчас желают именно участвовать во всей работе. Кстати, Михаил Иванович, как Вы оцениваете работу автономии на сегодняшний день? Ну, практически, вот, знаете, работа идет, но, вот, некоторые моменты мне, например, непонятно. Какие же? Вот, ну, например, вот, в проведении всей работы, вот, не привлекается, вот, в широком смысле, вот, ответственные заместители председателя, больше всего председатель на себя взваливает. Это, вот, Сафону Владимир Анатольевичу, он на себя взваливает, и, вот, заместители практически только на самих мероприятиях принимают. А в подготовке мероприятий, они как-то отстранены. Вот это мне не импонирует. Вот, возможно, стиль работы по-другому он строит. Ну, а в целом, вот что можно сказать? Ну, в целом, я скажу то, что работа по возрождению, не только по возрождению, сейчас по развитию культуры, обычаев, традиций проводится. Вот, вот, только нужно было организовывать и направлять их деятельность. Деятельность председателей районных отделений. Вот, было ведь создано, вот, до 2005 года 18 районных отделений. Вот, и все председатели районных отделений, они такие деятельные и принимают участие. Сейчас это видно при проведении шумбрат, который вот вновь организован. Сейчас уже проведено шесть праздников шумбрат областных. Вот, ну, а ранее, значит, вот, до 2005 года проводили областные мероприятия. Выездные. Сейчас именно на местах только проводится, одного района. А тогда выездные проводили. Ну, это, значит, проводили, это, мастер-авань, морот. Вот, эрзянь, значит, детские фестивали, фестивали, эрзянь-моро, пингеде-пингес. Чередовали. Один год проводили, значит, мастер-авань-морот, другой год проводили детские фестивали. И таких фестивалей было проведено с 1999 по 2005 год, практически 7 фестивалей. Но они начаты были раньше, вернее, не с 1999 года, а с 1992 года начали проведение этих праздников. И в Новомолклинском районе проводили, и в Кузоватовском районе, и в Николаевском районе, в Павловском районе, в Сурском районе такие фестивали проводили, в Вешкаемском районе. Вот эти праздники как-то воодушевляли людей, и они положительно оценивали этот вид работы. Спасибо. Мы живем все в русскоязычной среде. По Вашему мнению, что еще нужно сделать, чтобы молодое поколение не забывали наследие предков, сохраняли культуру и свой родной язык? Для того, чтобы сохраняли культуру и свой родной язык, необходимо все-таки при каждом удобном случае вот эти встречи проводить на родном языке, с которым сейчас трудности, в частности у меня. Почему у вас трудности? Почему? Потому что надо сказать, что до первого класса я не знал ни одного русского слова. Я в первый класс пошел, и только разговаривали на мордовском языке. И вот как эта учительница начальных классов, Татьяна Николаевна Внукова, вот при проведении всей работы, вот она нас научила разговаривать на русском языке. Ну, конечно, на переменах все разговаривали на своем языке, вот, там в обыденной жизни, на бытовом, только на своем родном языке разговаривали. Вот. И впоследствии уже в среднем звене, в старшем звене, вот, только лишь по-русски общались. Получается, язык забывается? Получается так. Вот. Нужно проводить мероприятия, и больше всего привлекать молодежи. Вот сейчас студенты есть, я о некоторых студентах, вот, как раз рассказывал и звонил, рекомендовал, вот, Владимиру Анатольевичу привлечь конкретно фамилии. Я знаю, что студенты вот эти, они мордовской национальности, они и согласны, я с ними разговаривал, но их почему-то не привлекает. Будем надеяться, что они будут привлечены в работу по сохранению родной культуры и родного языка. А, кстати, вот как раз из них, вот, Вечкутова Вика, она победитель районных олимпиад по мордовскому языку, областных олимпиад и региональных олимпиад. В городе Саранске она является призером региональной олимпиады, вот, межрегиональной, вернее, точнее, межрегиональной олимпиады. Вот, выпускники Старобесовской школы и Высококолковской школы из Новоклинского района, вот они призеры. Игнатия Анастасия, она занимала первое место на межрегиональной олимпиаде. Вечкутова Вика, я о ней уже говорил, Смирнова, вот, потом с Павловского района, с Павловского района тоже выходили, с Николаевского района, с Баевской школы победители межрегиональных олимпиад. Михаил Иванович, спасибо Вам большое за Ваш рассказ. Было очень интересно узнать, как всё зарождалось и как велась работа в Ульяновской областной, Мордовской национально-культурной автономии. Ну а с Вами, друзья, мы увидимся в следующей программе. Васто Мазунок. 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 Васто Мазунок.